Документальные фильмы Creation Films Субтитры создавал DimaTorzok Дорога на Рим Эпизод 4. Крит Часть 1. Крит готовится Войска союзников заняли Крит, когда 28 октября 1940 года итальянцы вторглись в Грецию. И хотя первоначально агрессоры были отброшены, последующая интервенция со стороны немцев вынудила пятитысячные войска союзников покинуть материковую часть страны на судах Королевского военно-морского флота. Однако часть сил была переброшена на Крит в качестве подкрепления 14-тысячного британского гарнизона. Позднее Черчилль написал в своей книге, посвященной Второй мировой войне, «Потерять Крит лишь потому, что у нас не хватает сил, было бы преступлением». В самом начале битвы союзники имели численное превосходство, в том числе и на море. Зато у немцев было превосходство в воздухе и большая мобильность, что позволило им действовать более эффективно. 30 апреля 1941 года командовать войсками англичан на Крите был назначен новозеландский офицер, генерал-майор Бернард Фрейберг. В мае остров обороняли примерно 9 тысяч греков, а также войска союзников. Военный контингент британского содружества состоял из первоначального британского гарнизона и 25 тысяч человек, переброшенных на остров из континентальной Греции. Последние представляли собой типичную в таких случаях пеструю смесь, почти не пострадавших в боях частей, под командованием своих офицеров с одной стороны, и наскоро сформированных из остатков разрозненных соединений с другой. Большая часть последних была практически безоружной в том, что касалось тяжелой боевой техники. 4 мая Фрейберг отправил командующему британскими войсками на Ближнем Востоке генералу Арчибальду Уэвеллу рапорт с просьбой об эвакуации 10 тысяч человек, не имевших оружия, которые не знали, чем себя занять, и постоянно попадали в неприятности с местным населением. Впрочем, к моменту начала битвы практически все они оставались на острове. Расположенный в восточном Средиземноморье, Крит с его прекрасными гаванями был находкой для британского флота. Авиация отсюда была легко бомбить в нефтяные месторождения Плаэшти в Румынии. Пока Крит оставался в руках британцев, юго-восточные позиции стран оси не могли ощущать себя в полной безопасности, необходимой для успешного осуществления на востоке плана «Барбаросса». Немцы начали операцию по захвату острова с частых бомбардировок, чем вынудили англичан перебазировать авиацию в Александрии и добились для себя превосходства в воздухе. Однако сам Крит по-прежнему представлял собой угрозу, и рано или поздно его нужно было взять. Часть 2. Вторжение. 25 апреля. Гитлер подписал директиву номер 28. Приказ о вторжении на Крит. Корабли британского королевского флота, базировавшиеся в Александрии, контролировали воды вокруг острова, поэтому любое вторжение с моря закончилось бы довольно быстро в пользу англичан. Имея превосходство в воздухе, немецкое верховное командование решило захватить остров силами авиации. Эта операция предстояло стать первым крупномасштабным воздушным вторжением, хотя до этого немцы уже использовали парашютистов и планеры для захвата Франции, Нидерландов, Норвегии и даже материковой Греции. В последнем случае немецкие парашютисты были сброшены для захвата моста через Каринфский канал, который должны были вот-вот взорвать британские инженерные войска. Немецкие саперы приземлились рядом с мостом на планерах, а парашютисты атаковали английских солдат, охранявших подступы к мосту. Хотя немцы и смогли захватить мост, во время боя он получил сильные повреждения. Это обстоятельство резко замедлило их продвижение и дало союзникам возможность эвакуировать 18 тысяч человек на Крит и еще 23 тысячи в Египет. Однако союзники лишились большей части тяжелой техники. Германское Верховное командование планировало использовать парашютистов для захвата ключевых точек острова, например, аэродромов, которые могли принимать самолеты с подкреплением. 11-й воздушно-десантный корпус должен был координировать действия 7-й парашютной дивизии для десантирования на остров парашютистов и планеров. За ними, как только аэродромы будут захвачены, на остров должна была прибыть 22-я воздушно-десантная дивизия. Начало операции было запланировано на 16 мая, однако затем его перенесли на 20-е, а 22-ю воздушно-десантную дивизию заменила 5-я горно-стрелковая. К этому времени союзники, благодаря радиоперехватам, были уже в курсе планируемой операции немцев. Получив информацию, генерал Фрейберг тотчас отдал приказ укрепить оборону аэродромов, а также северные побережья острова. К сожалению, работы затрудняло отсутствие необходимой техники. Генерал также столкнулся с таким малоприятным фактом, что парашютисты, причем весьма эффективно, способны вести ответный огонь против вверенных ему войск. Более того, хотя перехваченная немецкая шифровка содержала подробную информацию, расшифровкой текста занимались лингвисты, а не военные тактики. В результате в отдельные части текста закрались ошибки. Например, в немецком донесении упоминались морские операции, что существенно повлияло на расстановку британских сил, поскольку англичане ожидали вторжения не только с воздуха, но и с моря. В результате значительная часть войск была размещена вдали от главной цели немцев, аэродрома Малеме. Более того, Фрейбергу мешало его собственное начальство. Генерал запросил разрешение на уничтожение аэродромов, с тем, чтобы в случае их захвата лишить немцев возможности воспользоваться ими для переброски подкрепления и боеприпасов. Генералу ответили отказом. По всей видимости, начальство заранее считало сражение выигранным и планировало использовать аэродромы Крита для авианалетов на противника. Часть третья. Воздушная атака. Среди немецкого Верховного командования было немало разногласий по поводу плана захвата Крита. И хотя все соглашались с тем, что главная цель операции — захват Малеме, вопрос концентрации сил вызвал горячие споры, равно как и их численность для захвата двух других аэродромов — в Ораклеоне и Ретемнине. Командующий Люфтваффе генерал Александр Лёр и командир военно-морских сил адмирал Карл Георг Шустер настаивали на том, чтобы основные силы были брошены на Малеме. В отличие от них, генерал-майор Курт фон Штудент хотел, чтобы веренные ему парашютисты были сброшены на большей территории, ибо это позволяло полнее задействовать эффект внезапности. В качестве главной цели Малеме имел ряд преимуществ. Это был самый крупный на острове аэродром, способный принимать тяжелые транспортные самолеты. Он также располагался близко к материку, обеспечивая защиту от истребителей Фоке-Вульф и по соседству с северным побережьем, что давало возможность быстро перебрасывать подкрепления, прибывшие морским путем. Компромиссное решение предложил Герман Геринг, и окончательный вариант плана делал упор на захвате Малеме, однако предусматривал также захваты других второстепенных целей. Этот окончательный план получил в честь римского бога кодовое название «Меркурий». Немецкие войска были поделены на три боевые группы – центральную, западную и восточную. Всего в операции предполагалось задействовать 750 планеров, 10 тысяч парашютистов, 5 тысяч горных стрелков, которых доставят по воздуху, и еще 7 тысяч морем. Самой многочисленной была западная группа. Немцы планировали сбросить на вражеские аэродромы относительно небольшое число парашютистов, силами которых предполагалось захватить периметр взлетного поля и зенитное орудие, с тем, чтобы на планерах там высадилась более крупная группировка. Фрейберг был в курсе их планов, особенно изучив действия немцев за предыдущий год, и потому хотел сделать аэродромы неприступными при высадке вражеского десанта. К сожалению, над ним стояло начальство в Александрии, которое пребывало в уверенности, что немецкая высадка на острове обречена на провал, и потому желало сохранить аэродромы в целости, чтобы туда могли вернуться самолеты британских ВВС. Это решение многие считают роковой ошибкой. Так это или нет, сказать трудно. Немцы сумели перебросить на остров подкрепления, даже не имея в своем распоряжении целых аэродромов. Один немецкий пилот совершил жесткую посадку прямо на берегу, в то время как другие, сев на пустые поля, быстро выгружали снаряжение и вновь взмывали воздух. Поскольку немцы ради победы были готовы пожертвовать транспортными самолетами, то неясно, изменило бы что-нибудь уничтожение англичанами взлетно-посадочных полос. Планеры не предполагалось снова поднимать воздух, и в результате их пилоты при посадке шли даже на больший риск. В 8 часов утра 20 мая немецкие парашютисты высадились рядом с аэродромом Малеме и городом Ханье. Аэродром и прилегающие к нему территорию обороняли 21-й, 22-й и 23-й новозеландские батальоны. Уже в первые часы вторжения немцы понесли тяжелые потери. Так, например, одна рота 3-го батальона 1-го десантного полка потеряла 112 человек из 126. В первый же день операции из 600 человек батальона погибли 400. В этой первой волне вторжения большая часть немцев стала жертвой силы союзников, оборонявших аэродром Малеме и город Ханье. Многие планеры были сбиты огнем зениток уже в первые секунды. Тех же, кому повезло приземлиться, десятками косили из автоматов и пулеметов греки и англичане. Какую-то часть парашютистов отнесло в сторону, что случается довольно часто, и они заняли оборонительные позиции к западу от аэродрома Малеме и тюремной долины в районе Ханье. Хотя парашютисты и планеристы не смогли захватить аэродромы, они тем не менее сумели высадиться на острове и потому представляли серьезную угрозу для его защитников. Для борьбы с ними были задействованы отряды греческой полиции, первый греческий полк, а также местное население. Например, в районе Костелли их силами удалось обезвредить немецкий 95-й горно-стрелковый батальон. Тем временем 8-й греческий полк и части критских войск существенно замедлили продвижение 95-го разведбатальона на Калимбаре и Палеохору, где могли совершить потенциальную высадку части союзников из Северной Африки. Часть 4. Бегство. Вторая волна немецкого десанта хлынула на Крит во второй половине дня. В 16.15 одна группа атаковала Ритимнон, другая в 17.30 Ираклеон. Как и утром, защитники этих городов ждали врага и оказали ему достойный отпор. Ираклеон обороняла британская 14-я пехотная бригада при поддержке 2-го австралийского батальона, греческих 3-го и 7-го батальонов и 5-го Критского. Греческие части были плохо вооружены, поскольку основная часть техники и боеприпасов были переправлены на материк. Однако это обстоятельство ничуть не сказалось на их боевом духе. Немцам уже в первый день удалось пробить бреши в кольце обороны Ираклеона и захватить греческие казармы в западной части города, а также доки. Правда, греки предприняли контратаку и отбили их. Некоторые немецкие части начали хватать местных жителей, чтобы использовать их в качестве живого щита. Немцы также сбрасывали листовки с призывами немедленно сложить оружие и с угрозами расправы в адрес союзников. На следующий день Ираклеон подвергся массированной бомбардировке. Измотанные греческие части получили вливание свежих сил и заняли оборонительные позиции на дороге к Носу. К наступлению ночи ни одна из целей немцами так и не была взята. Судя по всему, план одновременного захвата четырех объектов с тем, чтобы максимально задействовать фактор внезапности, не сработал. Хотя причины этого провала были немцам неизвестны. Ближе к вечеру 20 мая у Малями немцы постепенно вытеснили новозеландцев с высоты 107 рядом с аэродромом. Командующий силами стран Осина Крити решил, что на следующий день бросит все силы к главному аэродрому острова. В числе парашютистов, десантировавшихся в первый день, был и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Макс Шмеллинг. Шмеллинг остался жив и воевал до конца войны. Повсюду на острове местные жители, вооруженные и безоружные, вступали в бой с захватчиками. В ход шли даже допотопные ружья, с которыми когда-то воевали против турок. Их выкапывали из тайников. Если не было ружей, то жители Крита шли в бой, вооружившись кухонными ножами и сельскохозяйственным инвентарем. Ни один десяток немецких парашютистов нашел свою смерть от ножа или дубинки где-нибудь посреди оливковой рощи. Известен случай, когда пожилой грек до смерти забил немецкого парашютиста посохом, прежде чем тот успел выпутаться из строп парашюта. Вскоре, помимо импровизированного оружия, крестьяне уже пускали в ход, захваченный у немцев пистолет и винтовки. Впервые с начала войны немцы встретили упорное сопротивление со стороны местного населения. И поначалу это обстоятельство повергло их в растерянность. Однако, как только первый шок прошел, немецкие парашютисты стали отвечать на попытки сопротивления с не меньшей жестокостью. Более того, поскольку критские партизаны не носили опознавательных знаков, это освободило немцев от соблюдения положений Женевской конвенции. 22 апреля король Греции бежал на Крит и в своем меморандуме бросил немцев вызов. В ответ Гитлер 4 мая произнес гневную речь в его адрес. Англичане понимали, что захват немецкими десантниками суверенного монарха, находящегося под защитой сил союзников, чреват международным скандалом. Король жил на вилле переволе рядом с Ханьей. Он лишь чудом не попал в руки к немцам, и после сопряженного с риском бегства к морю, был спасен кораблем британского королевского флота. Часть 5. Эвакуация. На следующее утро немцы обнаружили, что новозеландский батальон, защищавший высоту 107, ночью по ошибке был отведен со своих позиций, хотя и продолжал поливать неприятеля огнем. Это обстоятельство позволило немцам взять аэродром под свой контроль, тем более, что примерно в это же время на остров высадился морской десант. В тот вечер юнкерсы начали доставку на остров частей 5-й горно-стрелковой дивизии. По приземлении их тотчас бросали в бой. Многие самолеты стали жертвами артобстрела, и аэродром был усеян их обломками. Понимая, что Малями является ключом ко всему острову, его защитники в ночь с 21 на 22 мая организовали контрнаступление силами двух новозеландских батальонов. Страх перед морским десантом означал, что те части, которые могли бы принять участие в контрнаступлении, пришлось оставить на прежних позициях. Этого можно было избежать, если бы суда британского флота прибыли к острову чуть раньше. Новозеландцы двинулись в наступление ночью, однако к этому времени немецкие парашютисты уже успели возвести оборонительное сооружение, а вновь прибывшие горно-стрелковые части оказали ожесточенное сопротивление. Контратака была постепенно отбита. Аэродром остался в руках немцев. Начиная с этого момента, защитники острова, чтобы не попасть в окружение к немцам, продолжали отступать к востоку. Адмирал Каннингем, поставивший свою целью не подпустить к Криту ни одно немецкое транспортное судно, отправил в Эгейское море эскадру Си адмирала Кинга, в составе трех крейсеров и четырех миноносцев. Эскадра миновала пролив Кассо, где атаковала флотилию транспортов, которую сопровождал итальянский торпедный катер Саджитарио. В 8.30 утра одному из крейсеров удалось потопить турецкую канонерку, отделившуюся от главной флотилии. Поскольку эскадра Кинга подвергалась постоянным атакам с воздуха, вскоре у моряков кончились снаряды для зенитных орудий. Они взяли курс на Мелосу и в 10 часов увидели Саджитарио. Кинг принял трудное решение по причине недостатка боеприпасов. Он не стал атаковать итальянский торпедный катер. Тем не менее, ему удалось оттеснить немцев от острова. Во время этой операции эскадра Си понесла тяжелые потери. В результате вражеского обстрела сильно пострадали крейсер «Наяда» и линкор «Карлайл». У Китерского пролива эскадра Си встретилась эскадра А под командованием контр-адмирала Роулинга. Здесь обе эскадры понесли новые потери от вражеских ударов с воздуха. Бомба попала в судно «Уарспайт», потом был потоплен миноносец «Грейхаунд». Кинг отправил корабли «Кандагар» и «Кингстон» подобрать тех, кто остался в живых. А крейсеры «Глостер» и «Фиджи» обеспечивали защиту от атак с воздуха. В «Глостер» попало несколько бомб. Из-за яростных воздушных атак он не смог отойти к остальным кораблям. Это сражение стало последним для его экипажа. Тем временем воздушные атаки на эскадры А и Си продолжались. Две бомбы попали в линкор «Вэллиант», а потом еще одна в «Фиджи». «Юнкерс-88», которым управлял лейтенант Герхард Бреннер, сбросил на «Фиджи» три бомбы и потопил судно. 500 человек команды подобрали на следующее утро корабли «Кандагар» и «Кингстон». Британский Королевский флот потерял два крейсера и миноносец, однако заставил вражескую эскадру отойти от острова. Сражаясь с постоянным притоком вражеских войск, части союзников начали отступление на юг острова. Приказ улиться в состав британского флота у берегов Крита получила 5-я флотилия эскадренных миноносцев под командованием лорда Маунт-Беттена. 21 мая она отошла от Мальты и прибыла в район затопления Глостера и Фиджи. Первоначально ее задача заключалась в том, чтобы подобрать выживших. Однако вскоре ее суда были вынуждены атаковать турецкие канонерки у берегов острова, а затем обстреляли немцев Малями. Пока три судна огибали западные побережья Крита, они стали жертвами массированной атаки с воздуха. Немцы задействовали против них 24 пикирующих бомбардировщика «Штука». Кашмир был потоплен за две минуты. Следом за ним перевернулся и Керли. Киплинг выдержал 83 бомбовых попадания и сумел поднять на борт 79 человек из команды двух потопленных судов. Об этом эпизоде рассказывает фильм Нойла Кауарда «Чему мы служим». Командование в Лондоне в конце концов сочло операцию проигранной и приказало оставить Сфакию. В течение четырех ночей из Крита в Египет морем было переправлено 16 тысяч человек. Среди судов был и знаменитый Аякс, участник битвы при Лаплате. Другая меньшая часть была эвакуирована из Эреклеона. Однако эти суда попали под налет пикирующих бомбардировщиков Люфтваффе и понесли тяжелые потери. 27 мая Фрейберг приказал своей армии отступать к Южному побережью для последующей эвакуации. Для защиты оставшейся территории было оставлено более 9 тысяч солдат австралийского и новозеландского корпуса. Они сражались до тех пор, пока не попали в окружение. Кто-то погиб, кто-то был ранен или взят в плен. В течение следующих дней Эреклеон и Ретимнон были оккупированы немцами. Во взятие Ретимнона участвовали и итальянцы. К 1 июля Крит был полностью в руках нацистов. Отступление союзников прикрывали бойцы греческого 8-го полка, чьи позиции располагались вокруг деревни Аликеанос. Расположенная в тюремной долине, эта деревня представляла собой важный стратегический пункт. И уже в самый первый день сражения входило в число первостепенных целей. 8-й Критский полк состоял из молодых новобранцев, жандармов и кадетов. Всего 850 плохо вооруженных человек. По большому счету, это был не полк, а батальон. Приписанные к новозеландской 10-й пехотной бригаде под командованием подполковника Говарда Киппенберга, в глазах британских офицеров они не представляли особой боевой ценности. Однако своим героизмом греки доказали их неправоту. В первый же день они успешно отбросили немецкий саперный батальон, а в течение последующих дней отбивали атаки немецких 85-го и 100-го горно-стрелковых полков. В течение нескольких дней они удерживали Алекианос и прокрывали отступление союзников. Немцы неуклонно теснили защитников острова на юг, поливая их огнем с воздуха и наземных орудий. После чего хлынули волны мотоциклистов и горных стрелков. Горный рельеф местности не давал возможности задействовать танки. Гарнизоны в Суда и Беритании постепенно отступали вдоль дороги на Вицелакумыс, чуть севернее Сфакии. Примерно на полпути, возле деревни Аскифу, расположен огромный кратер под названием Блюдце. Это единственное относительно открытое и плоское место в горной местности, куда можно было высадить многочисленный десант. С тем, чтобы воспрепятствовать высадке, по его периметру проходили позиции союзников. В деревне Стилас, новозеландская 5-я бригада и австралийские 2-й и 7-й батальоны сдерживали натиск немецкого горно-стрелкового батальона, который пытался обойти их с флангов. Увы, не имея поддержки с воздуха и со стороны артиллерии, оба батальона союзников были вынуждены отступить. Даже несмотря на свое численное превосходство. Правда, на их счастье, немецкие авиационные части были сосредоточены в районе Ритимнона и Иераклеона, что дало им возможность отступить без потерь еще засветло. Отступление бригады прикрывали две роты 28-го батальона Маури под командованием капитана Ранги Ройла. Солдаты Ройла уже продемонстрировали мужество в штыковой атаке утром 27 мая, когда бойцы австралийских 7-го и 9-го батальонов удерживали так называемую 42-ю улицу, участок дороги между Судой и Ханьей, которому угрожал немецкий 141-й горно-стрелковый полк. Батальоны Маури и австралийцев атаковали позиции 1-го батальона 141-го горно-стрелкового полка и приостановили продвижение немцев. Когда же основная часть сил отошла на безопасное расстояние, Маури с боями отступили на 38 километров, потеряв при этом лишь одного бойца убитым и 8 ранеными. Причем раненых удалось вынести с поля боя. У союзников отойти не смог лишь один британский отряд ополченцев. Его перебросили на Крит через Факию, когда все еще существовала надежда, что соотношение сил можно изменить, если перебросить на остров крупное пополнение из Египта. Соединение численностью в батальон поделили на отряды по 200 человек в каждом. Одним таким отрядом командовал Роберт Лейкок, который находился в суде для того, чтобы прикрывать отступление более мощных частей. Бойцы Лейкока действовали при поддержке трех британских танков и бойцов 20-й противовоздушной батареи, оборонявшей порт суды. Артиллеристы отказывались верить, что генерал отдал приказ о всеобщем отступлении. Лейкок принял решение под покровом ночи отойти к соседней Беретиане. Здесь к нему присоединились капитан Ройл и Маори, которые заняли раздельные оборонительные позиции, но в конце концов были вынуждены отойти с боем. Лейкок и его отряд оказались отрезанными превосходящими силами противника возле деревни Бабалихани. Под непрерывной бомбежкой немецких пикирующих бомбардировщиков они не смогли никуда отступить. Лейкок и его майор, писатель Ивлин Бо, сумели бежать, пробившись сквозь немецкой позиции на танке. Большинство других бойцов отряда и их товарищей из 20-й батареи либо погибли, либо попали в плен. Во время эвакуации адмирал Эндрю Каннингем был готов сделать все для того, чтобы флот не подвел армию. Когда же армейские офицеры высказали ему свои опасения, что он потеряет слишком много кораблей, Каннингем ответил, что построить корабль можно за три года, а чтобы изложить традицию, нужны три века. Майор Алистер Гамильтон, ротный командир Черной Стражи, заявил, мы покинем Крит лишь тогда, когда на горе Ида исчезнет снег. Сам Гамильтон острова так и не покинул. Он был убит снарядом. Его солдаты получили приказ отступить и были вынуждены подчиниться. Всеобщее мнение было таково – англичане подводят своих греческих союзников. И хотя большая часть тяжелой техники англичан была уничтожена, чтобы не попасть в руки врагу, солдаты отдавали свое оружие и боеприпасы местным жителям, которые оставались в одиночку сражаться с немцами. Тем временем полковник Кэмпбелл, командир группировки, сражавшийся под Эрглеоном, был вынужден сдаться. Ретимнон также пал, а в ночь на 30 мая немецкие мотострелковые части соединились с итальянскими, которые высадились в тот же день в заливе Мирабелла. Итальянский командир гарнизона до Деканесских островов предлагал задействовать своих солдат еще 21 мая. Однако эта просьба должна была получить одобрение Геринга. В конце концов, когда стало ясно, что операция идет гораздо медленнее, чем предполагалось, Геринг дал добро. 1 июня оставшиеся 5 тысяч защитников Сфакии сложили оружие, хотя многие уже успели уйти в горы, и в течение нескольких лет не давали немцам покоя своими дерзкими вылазками. К 41 году на острове оставалось около 500 солдат британского Содружества, не говоря уже о греках, которые легко смешались с местным населением. Командующие войсками союзников опасались, что немцы воспользуются Критом в качестве трамплина для дальнейших действий в Средиземноморье, например, для морского вторжения в Египет с целью оказания поддержки силам стран оси в Ливии. Однако эти страхи были забыты с началом операции «Барбаросса», когда стало ясно, что немецкие операции на юге носят в основном оборонительный характер. Потери среди немецких парашютистов были огромны, и Германия была вынуждена пересмотреть свою воздушную доктрину. В результате использование парашютистов в России носило лишь ограниченный характер. Если принять во внимание слабую оборону аэродромов и плохо налаженную связь, парашютисты в России могли стать весьма эффективным средством, и отказ от их использования был своего рода шагом назад. Зато использование парашютистов на Крите произвело на союзников внушительное впечатление. А поскольку немецкие потери от союзников скрывались, те решили создать собственные воздушно-десантные войска. Согласно официальным данным, немцы потеряли 6453 человека убитыми, ранеными и пленными. Однако, по всей видимости, потери были гораздо выше. Союзники потеряли 3500 человек. Из них 1751 человека убитыми, и столько же ранеными. Огромное число попало в плен 12254 солдата сил Британского Содружества и 5255 греков. Потери Британского Королевского флота составили 1828 погибшими и 183 ранеными. Под перекрестным огнем и в партизанских боях погибло также значительное число местного населения. Многие были расстреляны немцами в ходе карательных операций, как во время сражения, так и после. Согласно одному из критских источников, человеческие потери среди мирных жителей составили 6593 мужчины, 1113 женщин и 859 детей. Потери Крита, в частности, вследствие того, что британские сухопутные войска недооценили важность аэродромов, стало сигналом тревоги для правительства Великобритании. В частности, Королевскому воздушному флоту было поручено оборонять собственные базы от наземных и воздушных атак. С этой целью 1 февраля 1942 года был сформирован специальный полк британских королевских военно-воздушных сил. Несмотря на полученные уроки, Крит стал горьким поражением для британской армии. И теперь англичане горели желанием отомстить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА